Слушайте, вот эта вот пандемия коронавируса, она стала какой-то своеобразной лакмусовой бумажкой, проверкой нашего общества на гниль, с пытанием на прочность. И вот именно проверкой на гниль я не оговорился таким экзаменом, насколько мы всё-таки общество. Люди мы или уже постепенно превратились в животных, вот в тех самых потребителей, в которых нас превращают, вы знаете, мы этот экзамен не сдали. Приведу простой пример. Вот буквально вчера в моём родном Екатеринбурге случился грандиозный кипиш, мне начали присылать фотографии, мне начали присылать ссылки на какие-то местные соцсети в огромном количестве, вот такие вот объявления. Появились в одном из районов города, объявления якобы от имени администрации, магазинов «Пятёрочка», в котором сообщается, вот я вам его сейчас показываю, что с такого-то числа в магазине, «Пятёрочка», вход только «А» в маски, «Б» при наличии QR-кода о том, что вы сделали вакцину, либо при наличии справки о том, что вы вакцинировались или переболели в течение шести месяцев, не далее, чем шесть месяцев назад, либо результат ПЦР-теста с отрицательным результатом на короду, без, значит, всего этого мы вас в магазины пускать не будем, разумеется, люди в кипиш, разумеется, люди все у нас запуганные, затюканные, а они уже не знают, куда бежать, куда прятаться, потому что наше замечательное правительство над крысами подопытными над ними измывается, а я не могу другого слова подобрать, потому что то, что делают наши чиновники, они именно измываются над людьми, они вводят какие-то постоянные ограничения, а постоянные какие-то, даже не ограничения, я бы сказал, ужесточения, вот так было бы правили, и нас со всех сторон обложили штрафами, т.е. люди и так страдают, пандемия, кризис на дворе, рубль дешевеет с каждым днём, нас ещё и штрафами обкладывают, за каждый чих уже штрафами обкладывают, и вот, значит, появляется ещё до кучи вот такое объявление, хотя нигде об этом не сообщалось, разумеется, люди напугались, разумеется, люди стали задавать вопросы, что происходит, когда, почему, что теперь уже и продуктов не купить, и опять же расчёт был сделан на что? Что люди мало в чём разбираются, т.е. каждый человек, ввиду отсутствия опыта, он всё равно склонен как-то вот принимать первичные решения на каких-то эмоциях. Я всё-таки считаю себя человеком профессиональным, я внимательно изучил, значит, это объявление, и больше всего мне понравилось, на что в этом объявлении идёт отсыл. Вот на такой-то указ главы некой РБ, номер такой-то, фиг знает, мне стало интересно, что это за указ, я, разумеется, вбил всё это в строку поисковой системы, и вот, что я обнаружил, оказывается, значит, этот отсыл делается на указ главы республики Башкирия, при чём тут Екатеринбург, где Екатеринбург и где Башкирия? Кто догадался вообще такие объявления развесить? Кто догадался их кидать по соцсетям? Зачем? Вот что за сволочи это делают? Для чего люди и так уже, они уже скоро с ума начнут сходить? Так над ними продолжают издеваться таким вот образом, и ведь кто-то это делает. Какая-то дрянь вот это вот делает, для чего вводить людей в заблуждение? Для чего их ещё больше запугивать? Я не думаю, что это реально, вот в магазинах Пятёрочка именно они это развешивали, но меня поразило, что тиражировали-то это тоже не какие-то вани-дураки. Вот тот скриншот, который я вам показал, он был размещен на инстаграм-странице одного из крупных застройщиков городских. Вот взяли, они там это зачем-то разместили. Единственное, что я вот посоветовал своим зрителям, я говорю, ребят, закидывайте их жалобами, пусть их страницу к чёртовой матери заблокируют. Потому что у нас есть же куча законов, которые сейчас запрещают распространять фейки, особенно касающиеся коронавируса. Тем более для организаций, пусть их штрафуют, да, может быть, доведут дело до суда, чтобы неповадно было. Потому что, ну, надоело, и так жизнь отравили этой пандемией, да, всем и каждому. Ну, нет ни одного человека, который не пострадал от этого. Речь даже идёт не о самом заболевании как таковом, а о каких-то вот вытекающих моментах. Куча предпринимателей пострадала, куча людей, да. Всё лето нас запугивали, что будут увольнять. Сейчас рассказывают какие-то гадости из разряда «давайте штрафовать». Причём разного рода придурки, общественные деятели, даже депутаты Госдумы, чиновники, недоврачи какие-то выступают вот с такими вот заявлениями. Я удивляюсь, почему их не привлекли, этих людей к ответственности. Потому что это должностные лица. Какого хера они мерят? Для чего, вот для чего вносить вот эту смуту? У нас и так вот эта пандемия поделила людей на две категории. Свои и чужие. Красные и белые. Прививочники не любят антипрививочников. И наоборот. Причём на уровне там прям вот какой-то ненависти, озлобленности. Если бы, слушайте, я мог бы понять, если бы было за что, так нет, у нас ненавидят человека просто за то, что он по-другому думает. И это стало какой-то нормой. Из телевизора постоянно льётся вот эта вот грязь, вот эта вот мерзость, вот эта вот дрянь. Этот телевизор, если дневные скандали эти шоу посмотреть, это какое-то кино. При этом Лига Безопасного Интернета обвиняет во всём интернет. Да, вот сейчас Мизулинская контора собрались судиться с корейцами за вот этот вот сериал, да, Игра в кальмара. Якобы он разлагает нашу молодёжь. Да ты включи, Мизулина, любое скандалите шоу на центральных каналах Первый и Второй НТВ РЕН просто днём, когда дети из школы приходят, это показывают по телевизору, да, в бесплатном доступе абсолютно. Вот есть у нас два бесплатных пакета, цифровое ТВ, я его называю Путин ТВ, вот в бесплатном, а в свободном доступе всё это транслируется, там ещё большую мерзость показывают. И вот это вот просто накидывается, накидывается, накидывается. Ну, слушайте, ребят, раньше когда-то, когда я был ещё ребёнком и когда на уроках истории мне рассказывали о гражданской войне, никогда не забуду вот эти слова отца, например, брат шёл на брата, отец шёл на сына и бла-бла-бла. Я всё время задумывался, удивлялся, ну как, как можно там пойти воевать с братом, как можно пойти воевать с отцом. Сегодня я понимаю, что тогда происходило, примерно то же самое, что сейчас. И вы знаете, я в какой-то момент осознал. Я гоню от себя эту мысль, но у меня вот такое стойкое ощущение, что это в принципе политика государства, воспитание ненависти в людях. В принципе, я понимаю, для чего это делается. Сначала мы взрастили общество потребителей, теперь мы насаждаем ненависть, озлобленность друг к другу. Для чего? Потому что ненависть и озлобленность – это эмоция, это очень плохая эмоция. Человек, все самые большие глупости в своей жизни человек всегда делает на эмоциях. Поэтому, почему говорят, да, те же психиатры, психологи советуют, прежде чем сделать какой-то шаг, сядь. Остуди голову, подумай 48 раз, только потом принимай какое-то решение. Но вот мало того, что наши нервы постоянно расшатываются посредством вот этого телевизора, посредством каких-то скотских блогов, которых в Рунете действительно сегодня развилось огромное количество. Причём, если такие, как я, мы должны выбирать слова, то такие, как Соловьёв, почему-то они могут себя вести как хотят, и за них потом заступается Роскомнадзор. Очередное тому подтверждение, что оскотинивание нации – это вот приоритет, которым сегодня занимаются. Потому, у меня нет панацеи, да, я не знаю, как от этого избавиться. Я не могу дать никаких советов, кроме как сам могу на эмоциях сказать, когда я просто вот с чего начал, вот с этой истории с объявлением, да, у меня тоже, как у многих, было желание просто найти и по башке настучать, да. Я знаю только одно, что если мы будем играть по их правилам, мы проиграем. Собственно, 20 лет мы и играем по их правилам, 20 лет мы постоянно наступаем на одни и те же грабли. Я понимаю, что хочется верить, что ну должна же когда-то чёрная полоса закончиться, ну должно же вот что-то измениться в этой жизни, ну пока не изменилось. Пока нас имеют так, как имеют. Ненависть это не ответ. Спасибо, что вы слушали Реальная журналистика. Коротко о главном. Увидимся, услышимся завтра. Пока-пока.